Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Футбольная Мордовия может переехать играть в Самару. Тольяттинский хоккеист победил канадцев. Самарский пятиборец – двухкратный чемпион мира. Самарец занял первое место в личном зачете на юниорском чемпионате мира по современному пятиборью. В Мехико после фехтования Олег Наумов вышел в лидера на водной дорожке и закрепился на первом месте. В конкуре лучшим оказался кореец Джун Вунте, который опередил Наумова всего лишь на один балл. Однако все решил комбайн, бег и стрельба. Самарец финишировал в статусе чемпиона мира. А пятое место его земляка Александра Лифанова позволила сборной России в командном зачете завоевать еще один комплект золотых медалей. На пьедестале почета также оказались южане корейцы и немцы. Молодежная сборная России по хоккею победила Канаду. 3-2 исход товарищеского матча решила серия буллитов. Хотя до поединков один на один могло бы и не дойти, если бы тольяттинский нападающий Денис Гурьянов реализовал бы голевой момент в овертайме. Пока у Ладовца статистика гол плюс пас нулевая. Проявить себя Гурьянов еще сможет в тренировочном лагере. Сборы закончатся товарищеским матчем с Чехией. Футбольный клуб премьер-лиги Мордовии Саранска. Ближайшие два домашних матча чемпионата страны может сыграть в Самаре. Родной стадион «Старт» бюро исполкома Российского футбольного союза забраковало. Качество искусственного покрытия газона перестало соответствовать стандартам лиги. Поэтому, скорее всего, Мордовия две ближайшие домашние встречи проведет в столице 63-го региона. Самарцы и гости города увидят игру 17 августа в понедельник с Уфой, а 30 числа в воскресенье с Казанским Рубином. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok